Да, механизмы действия противосудорожных препаратов. Во-первых, по названию, потому что именно противосудорожные препараты и такой более принятый, насколько я понял, в России термин. Если мы в зарубежные источники все посмотрим, везде антиэпилептик гакс. То есть это то, о чем мы говорили в чате. Но это устоявшийся термин в зарубежном, насколько я понял. То есть это препараты, которые останавливают судороги, они не останавливают эпилептигенез, не останавливают развитие эпилепсии. Большинство из них. Ну и для них так показано. Но такой термин антиэпилептик гакс, он используется наиболее. Потому что антиконвульсанс это уже более узкий термин. Я чуть позже скажу, кому он применяется. Здесь у нас просто список литературы, по которым я пользовался. Здесь обзоры просто как раз по механизмам действия. Для меня самому было интересно разобраться, как разложить все по полочкам и стаканить. Потому что когда читаешь статьи, сталкиваешься постоянно, применялся такой-то препарат, такой-то препарат. И либо не указывается его механизм действия, либо в целом просто название коммерчески не обращаю внимания, а просто вспоминаю там блокатор, блокатор конфликтов и тому подобное. И сложно было в российских источниках найти какую-то систематизацию. То есть ее практически нет. Я не знаю, если вот опять же врачи есть, есть ли какие-нибудь рекомендации систематизированные по тому, какие препараты назначать, в каких случаях. Потому что даже за рубежом, вот там врачи, которые писали все эти обзоры, они говорили, что на самом деле все на усмотрение врача и никоим образом не принижая медиков. Но допустим, у врача есть там два-три любимых препарата, которые назначаются для тебя в первую очередь. Если что-то не идет, он уже подбирает, обращается к другим источникам. И по поводу источников, где можно найти, вот есть ревью, такое Kind Review Clinical Science, где в табличном виде представлены, по-моему, вот все препараты, которые в данный момент находятся на рынке. На рынке я имею в виду, то есть те препараты, которые одобрены FDA американской, ну это как, не знаю, не то чтобы эталон, но стандартный, который надо смотреть. Этот список, он гораздо шире, насколько я понимаю, чем список препаратов, применяемых в России. То есть многие из тех, о которых я буду сегодня говорить, в России еще не одобрены. Вот, так что вот такое ревью. И еще в нашей любимой LA есть статья с рекомендациями, но там последний я видел 2016 год, возможно, что-то изменилось. То есть вот эта таблица, это 2018 год, и есть еще апдейт для нее уже 2020 год. Вот, я эти статьи потом выложу, можно будет посмотреть. Первое, что когда начинаешь заниматься эпилепсией читаешь, это, то есть эпилепсия всегда приводит, как некоторую такую болезнь с дисбалансом возбуждения и торможения. То есть это как только я узнал, ну не то что узнал, как только начал заниматься эпилепсией, это буквально первая фраза, которую я прочитал, и думаю, многие из вас тоже самые. То есть и вот исходя из этого представления, оно настолько глубоко, скажем так, въелось в эпилептологию, что все препараты, они тем или иным образом опираются вот на это представление. То есть слишком много возбуждения, слишком мало торможения, соответственно, если мы хотим это как-то медикаментозно компенсировать, лечить, нам надо снижать возбуждение и увеличивать торможение. По большому счету, ну то есть примитивно, но получается, что именно так все и делается. И, ну вот небольшое введение, ну опять же, все наверняка знают, извините, если совсем базово, вы меня можете остановить, если совсем базовые вещи какие-то буду говорить, но что не нравится, то есть первое, что видят в активности мозга, это увеличение разрядов. То есть то состояние, которое называется гибервозбудимостью, увеличение частоты разрядов нейронов. И основной, самый популярный кларк препаратов, он направлен на то, чтобы снизить вот эту частоту генерации потенциалов действия. И вот немножечко здесь механизмов генерации потенциалов действия, распространения, то есть при достижении какого-то надпорогового уровня у нас в мембране нейронов есть все натриевые каналы, есть калевые каналы, да, и вот натриевый потенциал зависимые каналы имеют два механизма открытия и закрытия, это вот медленные ворота собственного пора и быстрые инактивационные ворота. При достижении надпорогового какого-то потенциала у нас открываются медленные ворота, которые выпускают ионы натрия внутрь клетки и таким образом идет деполяризация, то есть снижение транскембранного потенциала, что мы видим в списке потенциала действия, если мы экстраклеточные вырегистрируем. При достижении высоких значений, овершут, то есть положительных значений трансмембранного потенциала, у нас активируются потенциалочувствительные инактивационные ворота, которые быстро вот так вот закупоривают, здесь видно, пору в натриевом канале. И одновременно с этим у нас активируется потенциалочувствительные при высоких значениях потенциала, точнее при низких, да, то есть активируются потенциалочувствительные калиевые каналы, которые выпускают калий наружу и таким образом способствуют реполяризации. В момент, когда закрыты инактивационные ворота, нейрон не восприимчив к любым другим воздействиям, то есть то, что называется абсолютной рефрактивностью. При снижении, при реполяризации инактивационные ворота откроются, и нейрон, мембранный потенциал, уйдет в область после гиперполяризации, так называемая, то есть это период относительной рефрактивности, когда для возбуждения следующего стимула нам нужен более мощный, больше, чем вот предыдущий надпороговый стимул. Ну, это так вот, как бы базовые вещи. Вот. И один из самых популярных классов препаратов, которые используются, это блокаторы потенциалочувствительных натриевых каналов. Ну, вот группы, да, карбонозепин и производных. То есть это все эти препараты, основная большая их часть, механизм их действия связан с увеличением сродства инактивационной части ворот к поре. То есть если мы рассмотрим молекулярную структуру одной из субъединиц такой поры, то есть на каждой субъединице есть специальный сайт, куда конформационно подходят вот такие вот модуляторы. То есть если вот на них посмотрите, ну, посмотрите пока на верхний, да, то есть это полиароматические соединения с торчащими наружу NH-группами, и вот как раз за счет такой структуры они имеют сродство, устанавливают связи с сайтом на 4-м, 3-м, 2-м доменах натриевого канала. И увеличивается сродство инактивационных ворот к самой поре. Они тут просто фактически лучше приливают. Таким образом период у нас продлевается, то есть период абсолютной рефракторности. То есть период, когда следующий стимул будет невозможно прогенерировать, следующий функционал действия будет невозможно прогенерировать. Большинство из них, как я сказал, взаимодействует именно с быстрыми инактивационными воротами. Вот есть исключение, наверное, Локозами. Он крепится на тот же сайт, но механизм его действия связан с сокращением времени открытия медленных ворот. И также есть еще препараты, так называемого, широкого спектра, множественного действия. Это топирамат и вольпрат, которые сложно сказать. То есть для них это такие класс препараты, для которых, во-первых, пишут множественные действия, а во-вторых, пишут механизм неизвестных. И вот с таким, пока читал, сталкивался довольно часто. То есть я не скажу, что они как-то влияют на инактивационные ворота, но они модулируют время открытия натриевого канала. К чему это приводит? К тому, что вместо титанической активности, то есть высокочастотной, у нас нейрон, клеточная мембрана способна прогенерировать несколько спайков. И потом уходит в период абсолютной рефрактивности. Все эти связывания с каналом, они абсолютно обратимы, зависит от дозозависимых эффектов, зависит от концентрации леганды. И подбор концентрации делается именно таким образом, чтобы, грубо говоря, половину вот этих вот каналов, то есть снизить достаточное количество, достаточно для того, чтобы проходил первые несколько потенциалов действий, но не генерировалась высокочастотная такая вот залповая активность. Рядом с блокаторами натриевых каналов, я вот еще поставил, ну это такая уже экзотика, это активатор калиевых каналов. То есть это единственный представитель, который, собственно говоря, одобрен для клинического использования 3D1. Механизм действия в том, что он, ну, как раз порочка встает в пору калиевого канала и не дает ей закрыться там в течение дольшего времени. То есть данная структура имеется расслой именно к внутренней поре канала, и это приводит к тому, что, во-первых, у нас более быстро происходит реполяризация, во-вторых, идет более глубокая после гиперполяризации. То есть и продлевается, то есть за счет сокращения времени спайка у нас снижается синаптический выброс, за счет более длительной, после гиперполяризации у нас продлевается период относительной рефрактивности. Вот. И вот, ну, то есть на него очень много надежд возлагают, то есть и сам к себе ретигабин, он, ну, имеет большой потенциал, но используется редко. Вот. А вторая по популярности группа препаратов, которая используется при лечении судорожных расстройств, это органисты гамка-рецепторов. То есть гамка, основной тором, не ремедиатор, я тоже думаю, что все это знают и не советую говорить, у нас при связывании гамка со специфическими сайтами ионотропного рецептора, это гамка-рецепторы, у нас открывается хлорная пора, и хлор по градиенту концентрации входит в клетку и таким образом гиперполяризует мембрану, снижая ее возбудительность. Вот. И у этого рецептора есть два основных сайта для модуляции. Это бензотиазопиновый сайт, вот красненький здесь бензотиазопин и связан. При прикреплении такого модулятора к бензотиазопиновому сайту он увеличивает время привязывания леганды на гамка-рецепторы. Ну, то есть здесь смещение идет потенциалу на молекуле, и электрохимическое взаимодействие более сильно идет именно на привязке гамок. Вот. И есть также другой сайт для бурбитуратов, да, это вот сфенобурбитал-перимидон. Пиримидон – это препараты, которые увеличивают время открытия хлорной споры. То есть это препараты, они также одни из наиболее популярных, но с ними существует несколько проблем. То есть, ну, во-первых, это куча побочных эффектов на когнитивные функции. Во-вторых, это быстрое приобретение толерантности. То есть по механизму толерантности я посмотрел, то есть очень относительно в быстром времени нейроны, рецепторы становятся нечувствительными к этим модуляторам. По механизму приобретения вот такой толерантности, насколько я понимаю, то есть это изменение субъединичного состава гамка-рецепторов. То есть экспрессируется новый гамка-рецептор с измененным субъединичным составом, который уже менее чувствительный к аластерическому модуляторам. Ну и такие препараты, их редко назначают для хронического применения, хотя в какие-то там давние времена, полвека назад, только и не лечили. А чаще их используют для экстренной остановки, ну, думаю, опять же, вы все знаете, для экстренной остановки субъекта. Это вот, ну, то есть прямое действие на гамк-рецепторы, ну, также гамк-трансмиссию можно еще несколькими способами модифицировать. И вот, имеющие отношение к тормозной трансмиссии, это различные ингибиторы обратного захвата гамк, да, это тиагабин, который ингибирует транспортер для гамк. То есть таким образом замедляется обратный захват гамк в клетке, ну, нейроны и в астроцит, но вот этот тиагабин, он действует больше на первый тип транспортеров, а первый тип транспортеров – это нейроны, потому что астроцитарные – это второй, третий типы, то есть тиагабин, к ним меньше, меньше астроцитарные. Таким образом, то есть поскольку у нас обратный захват гамк заторможен, у нас увеличивается концентрация гамк в межклеточном пространстве, синаптические щели, ну и, соответственно, увеличивается тормозный эффект. Ингибиторы также метаболизма гамк есть, это ингибиторы гамк-трансаминазы, вот, вигабатрин и, вот опять же, вальпраат, для него показано какое-то тоже, специфическое или неспецифическое, ну, то есть действие, ну, вот он блокирует трансаминазу, и таким образом, во-первых, он увеличивает концентрацию гамк за счет снижения нивутилизации, во-вторых, снижает синтез глутамата, и вот этот баланс между возбуждением и торможением смещает сторону торможения. Так, и дальше, вот еще группа препаратов, препараты, вот их выделили, назвали гамк-зависимый механизм действия. Опять же, вальпраат, ну, вот здесь вот я его уже больше похоже на правду, что здесь у него основная точка приложения, основная точка действия, это блокада, блокада, активация глутамат-бекарбоксилаза, то есть это фермент, который действует в обратную сторону с трансаминазой, то есть это фермент, который должен превращать глутамат в гамк, таким образом, у нас двоякое действие, то есть и снижение глутамата, и увеличение гамк. Также, ну, их сюда относят, это стереометрические аналоги гамк, то есть это галокинстин, это эго-габалин. Здесь немножко такая интересная вещь. Они, ну, по химической структуре, они схожи с гамк, и вообще предполагалось, когда их разрабатывали, когда синтезировали, что они будут, ну, такими вот агонистами гамк-рецепторов или будут ответственны за какое-то действие. Ну, то есть тот же самый, вот как и вигабатрин, да, то есть он тоже стереометрический стереоизомер гамк, но он блокирует трансаминазу, ну, потому что просто с ней необратимо связывается. И вот для препаратов с таким действием предполагалось, что схожие по стереометрическим характеристикам препараты будут действовать в подобную гамку и либо ингибировать какие-то ферменты, либо действовать как агонисты каких-то рецепторов. Ну, вот как оказалось, то есть они обладают противосудорожным эффектом, но и действие, судя по всему, связано с связыванием с альфа-дельтой, ну, два дельта с объединиться кальция у потенциалочувствительного канала. То есть это те каналы, которые у нас на трехинусах, которые в ответ на приход потенциала действия запускают вход в кальция и запускают там цепь реакции, которая в результате вливается в экзоцитовую связику. Соответственно, связывание модуляции активности, а именно снижение активности таких кальциевых каналов будет приводить к снижению синаптического выброса, ну, подразумевается, что это и выброс глутамата. И я посмотрел вот насчет этого кальциевого рецептора, то есть у него есть, похоже, судя по всему, да, есть сайт, связанный у этой субъединицы с габа-подобными веществами, но нигде не показано, что активность этого рецептора может моделироваться самой гаммак. Вот такие, не знаю, совпадения, это случайность или что ли. Так, следующее, то есть с увеличением торможения мы немножечко разобрались. Другой тип – это инклипторы глутаматных рецепторов. То есть глутаматные рецепторы у нас основные типы – это НМДА-рецепторы, и ампокалинатные рецепторы, это ионотропные рецепторы. Есть еще метаботропные глутаматные рецепторы, с ними тоже разрабатываются препараты, но ни один из них еще не одобрен. Насчет НМДА-рецепторов. Одобрен только филбамат. Это препарат, который связывается с глициновым сайтом, то есть это ко-огонист глутамата для НМДА-рецепторов. И также, судя по всему, филбамат, при связывании с глициновым сайтом, он немножечко снижает время открытия коры для прохода катионов. Для НМДА-каналов – это катион, субсинатрий, но основной – это кальций. С НМДА-рецепторами интересно. То есть я вот в различных моделях эпилепсии, если работаете, и на срезах, и инвива, если нам нужно проиндуцировать судороги, 100% вариант всегда – это активация НМДА-рецепторов. Если нам нужно заингибировать судорожную активность и остановить ее, опять же, 100% вариант – это ингибирование НМДА-рецепторов. Это очень эффективный механизм. То есть НМДА-рецепторы, судя по всему, не просто на транспорт ионов, связаны. Ну, то есть, кто не знает, НМДА-рецепторы – это рецепторы, которые играют решающую роль в развитии синаптической пластичности, кайбурской пластичности. Вот. И, то есть, НМДА-рецепторы потенциально, их модуляция, она способна останавливать или запускать судорожную активность с очень высокой эффективностью. Но применение препаратов, действующих на НМДА-рецепторы в клинике, оно очень ограничено, потому что куча побочных эффектов. Ну, вот, возможно, с чем-то связано как раз с модуляцией пластичности, и без них ничего не происходит. Вот. Во-вторых, ну, то есть, те побочные эффекты, которые наблюдаются – это психозы, галлюцинации, и там, ну, то есть, очень все плохо сразу становится. Вот. Силбомат, он более мягкий, то есть, поскольку на галлюциновый сайт на органист действует, но, тем не менее, побочные эффекты у них тоже есть. Вот. И также это органисты ионотропных ампокринатных рецепторов, у этих рецепторов также есть сайт ауэстерический для связывания модуляторов, и вот, судя по всему, с этим сайтом связывается пиромат. И, ну, вот, насчет пиромат, кстати, не уверен, потому что это, опять же, то же самое множественное действие, о котором все говорят, но которое, как мне кажется, подразумевает, мы не знаем, как он будет. Пиром панел, он связывается с ампокринатными рецепторами и ингибирует их, снижая сраспоз к органисту. Вот. Таким образом. То есть, вероятность открытия такого канала снижается. Следующий класс препаратов – это модуляторы визикулярного экзозетоза. Ну, здесь вот тоже интересная такая вещь. Левитироцетан, всем, наверное, известная Кепра, и вот его дженерик – Бриворцетан. Опять же, эти препараты начали применять, и, то есть, клинические испытания прошли без понимания механизмов их действия. То есть, там подразумевали одно, оказалось, что совсем не так. То есть, там какое-то действие на метаболизм. Кстати, у Левитироцетана, он, да, он хорошо модулирует эффективное фосфорилирование метафонки. Но, тем не менее, то есть, как основное действие на судорожную активность, его переписывают через модуляцию визикулярного экзоцитроза. Рецетаны, они связываются с гликопротреидом на внутренней стороне визику, вот эту вот протеинно-синаптических визику, СВ2. Они имеют в виду сросло. Это то, что показывают, да. И, ну, сложно сказать, то есть, сросло хорошо, но роль вот, собственно, этого СВ2, она неизвестна. Опять же, посмотрел статьи, четко никто ответить не может. То есть, последнее, то, что я видел, то есть, вот этот СВ2 участвует в таком конечне экзоцитроза, как Кейсенран, да, то есть, спрятувал и убежал, когда ненамного открылся, выплеснул нейромедиатор и убежал. Ну, так, то есть, по отношению к кредиту. Вот. Каким-то образом, во всяком случае, для левитерацитама это показано, что он увеличивает экстраклеточное содержание гамм и снижает экстраклеточное содержание глутамана. При этом, то есть, вот этот тут гликопротеид, он в визику, собственно, как возбуждающих, так и торговых нейронах. И в чем разница действия левитерацитама между возбуждающими торговыми нейронами, непонятно. Потому что, то есть, он либо может, ну, то есть, получается так, что он снижает выброс глутамата и увеличивает выброс гамм. Механизм, честно, я, у меня самому очень интересно было, но вот не нашел. И это такая большая, хотя это один из самых таких популярных и, наверное, действенных. Насчет действий, не знаю, но, то есть, ну, достаточно услуг, во всяком случае, название Кепра не имеет отношения даже, там, в нейрофидеологии знают многие. И вот, то есть, по популярным, наверное, я все рассказал по препаратам, и дальше пойдет небольшая уже тоже экзотика. Ингибиторы кальциевых каналов, то есть, это Т-тип кальциевых каналов, которые приписывают роль в генерации пейсмейкерных токов, то есть, пейсмейкерной активности, внутренней генерированной нейронной активности, вот Т-тип кальциевых каналов, которые экспрессируются в таламусе. И, собственно, вот это субсимит, он наиболее популярен, наиболее эффективен в снижении абсансных судорог, которые связаны с генерацией активности в таламусе. То есть, ну, как раз, экспрессия вот этого типа кальциевых каналов, она выражена в таламусе, и как раз этот субсимит применяют при абсансах судорог, связанных с генерацией в таламусе. Это, во-первых. Ну, то есть, на самом деле, то есть, вот эти Т-кальциевые каналы, они не совсем пейсмейкерные, потому что самые натуральные пейсмейкерные – это HTN-каналы, которые в сердце есть и там в некоторых структурах мозга. Вот. Т-каналы, их еще называют низкопороговые каналы, то есть, у них порог активации очень низкий, и они могут как-то усиливать генерацию возбуждающих постсинаптических потенциалов. И таким образом примедение этого субсимита, оно будет увеличивать сопротивление постсинаптической мембраны, и вот здесь тоже показано, да, то есть, это ВПСЧ, постсинаптическая мембрана в контроле и при действии субсимита, ну, и когда, как видите, он обратимо связывается. Ну, и опять же, Вольпрату приписывают действия на этот тип канал. Ну, то есть, нет, я не говорю, что приписывают, ну, то есть, показано, то есть, он действует, он действительно снижает. Но вот с Вольпратом мне не очень понятный механизм. То есть, если для этого субсимита есть сайт-связывание, для Вольпрата с этим сложнее. Вот. Следующая экзотика уже. Ну, да, то есть, без них не обошлось, это каннобиноиды. И здесь тоже такие интересные вещи. То есть, наверное, марекуаны и их применение экзотиканобиноидов, оно один из наиболее таких древних способов компенсации, ну, не так. Один из древнейших способов справляться с судорожной активностью. То есть, где-то там со времен древней Германии, как я понимаю, пошло. Механизмы действия, собственно, тертергейдрокенобинола были неизвестны до открытия эндокенобиноидных рецепторов. То есть, как оказывается, есть специфические рецепторы, которые, во-первых, ну, понятно, к экзогенам вот этих герберкетканобином имеют сродство и метаботропное действие на пресину. А на самом деле, то есть, это целая система эндокенобиноидной сигнализации. То есть, она абсолютно, естественно, присутствует в мозге. Так как при активации, при деполяризации по синапсу у нас там запускаются процессы с фосфорилированием ферментов, отвечающих за разложение свободных жирных кислот. И одним из продуктов вот этих свободных жирных кислот – это баарахи-фиденалил-клицерол, который может транспортироваться в гербабно-клеточное пространство и с помощью ретроградного транспорта связываться с CB1-рецепторами, и уже CB1-рецепторы запускают самозависимый механизм, там, через протеинкеназу А, который снижает выброс синаптических физиков. Вот. Это все хорошо, но, судя по всему, противоэпилептическое действие, противосудорожное действие каннабиса, оно не связано с тетрогидроканнабидолом, то есть тот, который психоактивными эффектами обладает, а связано оно с каннабидиолом, то есть это другой каннабиноид, который тоже присутствует в растениях, но не обладает психоактивными действиями и механизмы его действия. То есть он точно не связывает с CB1-рецепторами, и механизмы его действия вот прям ставят вопрос. То есть если для каких-то вещей пишут, там, множественное действие показано, то это там, ну, то есть несколько точек приложения. Для каннабидиола показано, причем на людях, да, что снижает вероятность генерации судорог, но с точкой приложения непонятно абсолютно ничего, не связано. Здесь такой вот промежуточный summary, да, то есть из того, что я рассказал, то есть все точки приложения, потенциал чувствительный, натриевые, калиевые каналы, кальциевые каналы, транспортеры, грамм, синаптические визикулы, постсинаптические рецепторы. Вот меня немножечко запечалила вот эта картинка, потому что все вот эти препараты, они как раз действуют на уровне трессинга с постсинаптиком. А у нас мозг, он больше, чем просто снижается, и вопросы возникают, то есть, ну, то есть, сейчас я, может, уже философствуюсь, пойду, но, то есть, это действительно, это противосудорожные препараты. Вот, они останавливают судороги на уровне синаптических. А причины судорог, причины эпилепсии, причины эпилептогенеза, это все вот такой завесой тайны, и очень мало, то есть, препаратов не существует совсем, которые могут останавливать эпилептогенез, как-то модифицировать его, замедлять и обладать таким широким противоэпилептическим действием, который действует не только на уровне синусов, но и на уровне, там, ядер, митохондрий, клеточных мембранов и тому подобное. Их один, это вот, ну, то, что известно, это кетогенная диета, которая очень тяжелая, с кучей точек тоже побочных эффектов, связанных с режимом питания, и очень тяжело придерживаться, но при этом она спасает в тех случаях, когда резистентная эпилепсия, когда препараты, действующие на синаптическую передачу, на нейротрансмиссию, оказываются неэффективны. Вот. То есть, для кетогенной диеты показано очень много различных механизмов действия, и, возможно, даже все они верны, ну, потому что это действительно такая массовая модификация литоболизма клеточного, эпидеметической модификации. Вот. Ну, я бы выделил вот из всего этого, это, во-первых, это увеличение энергетических резервов, на самом деле это увеличение АТФ, увеличение соотношения фосфокреатина к креатину, и это антиоксидантная нейропротекция. То есть, это то, что, ну, то есть, я понимаю, я уже пристрастен, вот, у меня есть такое, но вот, вот, я просто этим занимаюсь, и вот, кажется, вот, в этой области где-то более, в этой области кроется, собственно, секрет кетоген диеты, которой можно чуть облегчить диету, если нажать на нужные точки. И вот как раз энергометаболизмом, опять же, я тут не все выписывал, но для бральпраата и для левитерацетама и еще для топирамата, который вообще изначально разрабатывался как антидиабетический препарат, для них показаны действия на метаболизм, и если вы случились с левитерацетаном, и топираматом, это усиление, снабжение глюкозы и усиление активных скрелирования митохондриев, для левитератора тоже много всего интересного, то есть, самое интересное, я вот сейчас, кстати, только наткнулся, то, что он на питание через монотробоксилатные транспорты влияет, вот, конкурирует с различными, собственно, кетонами, метилами, вот, тригидроксилатеран, и таким образом, то есть, судя по всему, эти препараты вместе с их множеством действий на синаптическую передачу еще действуют и на метаболизм глюкозы. Вот. И еще такая ремарка, ну, то есть, у нас там следующий семинар, кажется, что-то по действию грант, я просто скажу, то есть, буметанит, он еще не показан, то есть, это ингибиторы, вот, просто есть предложение использовать ингибиторы флорных транспортеров, буметанит, это ингибитор NCC1, в снижении судорожной активности. Просто я его вписал сюда, потому что это, собственно, лекарство широко применяемое, уже на людях эффекты показаны по снижению судорожной активности, вот, но, то есть, его применяют как диуретик при почечной недостаточности и других болезнях, вот, что, собственно, позволяет применять его на людях, в том числе больных эпилепсий. Ну, вот, с ним все непросто, я, возможно, попозже расскажу там в комментарии, если какие-то будут, а пока спасибо за внимание, вот, слушайте, вы, надеюсь, меня слушали, потому что я сам с ними разговариваю. Да, спасибо огромное, на самом деле, мне кажется, не знаю, я кайфанул, пока слушал, не знаю, как и остальные. Я думаю, что можно сейчас позадавать вопросы, я думаю, что наверняка какие-то будут, и если какие-то есть комментарии, пожелания или, может быть, что-то прояснить, то тоже давайте это сделаем. А у меня, собственно, вот тогда вопрос для, ну, я просто тоже в механизме действия препаратов не сильно разбирался, но это, ну, так, только с клинической точки зрения. А вот, например, для внутриклеточных, я так понимаю, что только фактически левитератистам и какие-то еще, может, пару препаратов имеют внутриклеточный рецептор. Вот, а вот для них есть и показаны какие-то транспортеры, которые туда их доставляют, или… Левитератистам, он залазит при эндоцитете, то есть, когда визикулы экзоцистируются, а левитератистам есть в экстраклеточной среде, и когда она эндоцитирует, она захватывает левитератистам, который же на внутренней стороне связался с визикулой, с клипопротерами. А, то есть, никакого специального транспортера, это он так хитро попадает, когда дверь в подъезд открылась с кем-то другим. Супер язык, ладно, прикольно. А другие внутриклеточные… Я вот что-то сейчас подумал, наверное, да, нет, то есть, что приложение через… А, нет, ну, вот блокаторы трансаминаза, да, насчет трансаминаза я не сказал, то есть, есть с плазматической мембраной связано, но большая часть трансаминаза связана с гетхондриальной мембраной, поэтому… Ну, это вегапатин, который аналог гамп, который легко проникает, я думаю, через… Так, тут, по-моему, что-то было… А, вот просят про последний немножко поподробнее рассказать. Так, про NKC, про гуметонит, да, NKC1, ну, то есть, есть такая история… Сейчас я вам включу, наверное… Так, а я демонстрацию включил или не включил? Нет, пока… Нет, пока… Сейчас, сейчас, сейчас… Сейчас попробую поподробнее… Вот, то есть, ну, есть такая достаточно большая этапея с возбуждающей гамп, да, то есть, когда исследовали, скажем так, хлорный потенциал концентрации внутриклеточных хлора на нейронах и новорожденных крысят, которые, ну, немножечко, точнее, сильно отличаются от новорожденных людей, но, тем не менее, то есть, у них показали то, что у них недостаточно функционирует транспортер ACC2, который выкачивает хлор из клетки, да, он в спорилиженном состоянии, в таком ювенирном, где бывают, и активность его гораздо ниже, чем во взрослом состоянии. Но при этом очень активен APCC1, то есть, это транспортер, который, по транспорту, вот, вот, ну, да, с патионами заканчивает хлор внутрь. Таким образом, предполагается, что у вот этих щенят, да, в крысинах, ну, и предполагалось, что там где-то у плода во время развития, то есть, концентрация хлора внутри клетки выше. И таким образом, при связывании и при открытии хлорного транспорта ГАМК-рецептора у нас хлор транспортируется наружу, и таким образом обуславливает уже не классическое торомное действие ГАМК, а возбуждающее действие ГАМК. Но это вот касалось конкретно, ну, то есть, этому очень много приписали, знаете, ролей в развитии нейрональных сетей. То есть, есть такие, там, GDP, типа giant, polarizing, potential, да, то есть, такая активность, которая на срезах новорожденных наблюдалась, но не наблюдалась на срезах мозга взрослых животных. И говорили, что такая высокоамплитудная там активность, которая, безусловно, связана с возбуждающим действием ГАМК, она играет роль в формировании связи, то есть, как бы пробивают в себе аксоны, путь вот такими вот GDP. Ну, то есть, и много всего интересного с этим делом. И предположили как раз, что при эпилепсии происходит нарушение хлорного потенциала, то есть, увеличение внутриклеточной концентрации хлора, вот, и, таким образом, ГАМК перестает, теряет свое тормозное действие, и, соответственно, этим же обуславливали низкую эффективность ГАМК эргических модуляторов, вот, при определенном типе судорог, ну, то есть, собственно, рефракторной эпилепсии ее сюда относили. И гуметаймид, он, как блокатор МПСС-1, призван снижать внутриклеточную концентрацию хлора и возвращать действие ГАМК к тормозу. Вот. Но, разумов сразу говорю, то есть, все вот это показали на срезах мозга в основном. инвиво. Ну, вот, до недавнего времени инвиво ни разу не показывали возбуждающего действия ГАМК. И очень большая критика на этот счет шла. Там понятно, почему. То есть, там, скажем так, методология эксперимента была, на мой взгляд, не очень верная. Вот. Но, вот, тем не менее, вот, недавно показали, наконец-таки, инвиво в штатах, там, с оптогенетической, по-моему, стимуляции, показали, что, да, действительно, вот, в гиппокампе, например, у новорожденных крысят, инвиво, ГАМК оказывает возбуждающее действие. А вот в коре у тех же самых новорожденных крысят, параллельно просто стимулировали, ГАМК тормозные. Вот. И они, ну, это, кстати, тоже можно поделиться, они показывают картинки, ну, говорят, вот здесь у нас возбуждающее действие ГАМК в гиппокампе, а вот здесь тормозное действие ГАМК в хоре. А я и на той, и на той картинке вижу, что это тормозное действие в обоих случаях. Ну, вот, ну, то есть, это, как бы, вопрос уже предубежденности и тому подобное. То есть, я тоже очень пристрастен, и мне вот эта вещь не очень понравилась. Ну, вот все, что можно сказать, надеюсь, будет понятно. Да, тут вот еще вопрос в чате. Правильно принять, чтобы бометанин эффективен преимущественно у новорожденных? Ну, да. То есть, его как раз подразумевают в том, что вот детская рефракторная эпилепсия. Давайте применять бометанин. Кстати, вот я на правах рекламы. У нас журнальный клуб, который будем делать в воскресенье, у нас будет по статье, в которой как раз там рассматривается тоже возбуждающее действие ГАМК при эпилептическом статусе. Ну, вроде как это механизм рефракторности всяких диазепинов. Ну, вот если альфия есть... Ну, нет, то есть, я... Да, вроде как тут точка приложения есть еще не только при детских. Ну, вот посмотрим, это мы обсудим уже. Я просто могу сказать, ну, то есть, я абсолютно верю, да, то есть, ну, скажем так, не возбуждающий ГАМК, но менее тормозный ГАМК, да? Растет, а, допустим, мембранный потенциал падает, то есть, вот при вот этом вот перерасхождении ГАМК может быть возбуждающим. На самом деле, то, что я на крысах померил, это вот так. То есть, менее тормозный. Если на пальцах, то примерно так. Вот, да, дальше вопрос в чате. Какое приглавное значение знания о механизмах АЭП для врачебной практики? Хороший вопрос. Ну, я бы, я бы сказал, наверное, надо знать, потому что, ну, то есть, это вот все, что описывалось, это хорошо, и там клинические исследования, они показывают снижение вероятности судорог, но очень много побочных операций. У меня, например, я не понял историю с вольпраатом, потому что у него очень много побочных эффектов на оксистительный метаболизм. То есть, вольпраат является ингибитором половины терментов в цикле трикарбоновых кислот. И просто вот еще одну историю могу параллельно вспомнить. То есть, мы можем, скажем так, зная механизм, мы, конечно, можем снизить саму судорогу, да? Остановить судорогу, снизить вероятность ее возникновения на синаптическом уровне. Но параллельно можно покалечить, как мне кажется, что-то более важное, более глубокое. И, не знаю механизм, хотелось бы этого, наверное, избегать. Я просто про историю. Вот с кетогенной диетой тоже недавно. Там два как бы аспекта. Уже показано, что эффекты, все эффекты кетогенной диеты, они связаны с увеличением кетоновых тел в крови и в серебро-спинальной жидкости. Вот. Но альтернативной точкой зрения было то, что при кетогенной диете снижается концентрация глюкозы. И были предложения, давайте ингибируется гликолиз. То есть глюкоза, она все-таки держится даже при кетозе на определенном уровне. Вот. А гликолиз, то есть скорость реализации глюкозы в нейронах в клетках, она, конечно, была снижена. Ну, потому что, как бы, клетки переключались на вот этот кетоновый альтернатив. Вот. И была такая альтернативная версия типа, давайте, действительно, будем при судорогах ингибировать гликолиз. Почему нет? Потому что судороги – это такая вещь, которая очень энергопотребляющая. И применяли, ну, это все на животных, слава богу, 2D-зоксиклюкозу, то есть это ингибитор гликолиза, то есть это, опять же, там, аналог, который связывается с ферментом необратимо и ингибирует весь гликолиз. Вот. И, действительно, если мы отключим питание, да, то есть отключим глюкозу во время судороги, то есть у нас судорога прекратится. Вот. И энергии просто на нее не будет хватать. И вот, исходя из этого, начали уже говорить о противоперелептическом действии ингибирования гликолиза. А на самом деле все хуже, потому что если мы хронически изо дня в день будем ингибировать гликолиз, то мы у здорового мозга даже можем вызвать эффективность. Ну, да. Тут еще есть вопросы в чате. Насколько часто времени спринять механизмы действия при назначении лекарств? И тут есть ответ к предыдущему вопросу. Принять генетическим эффективным таргетное лечение. Ну, это объяснение. Как можно использовать механизмы? Я, наверное, может еще дополню. Ну, да, собственно, написали тоже, что при механизме нужно знать при... Ну, если известно, например, причине... Да, конечно. Ну, то есть я вот говорю, в этой табличке там как раз в статье, в рекомендациях там как раз показано, то есть в каких случаях применять, какие побочные эффекты и в каких применять не стоит. То есть там, в принципе... Ну, то есть во всяком случае это систематизированное знание, которое, ну, я думаю, оно полезно будет. Просто я говорю в российских источниках. Я не нашел, то есть я нашел такой вот бадивый текст, да, то есть такая... Ролл текста, очень много букв, и не всегда понятно, что... Ну, как это все уложить и систематизировать. Вот, по-моему, табличный удобный вид, и мне понравится. Вот, а по поводу консенсуса, то есть это такая... Сейчас я, наверное, буду ныть и жаловаться, но, по-моему, раньше препараты, вот... Ну, их было гораздо легче подвести в клинику, чем сейчас. Потому что я смотрю на вольпраат, левитероцетам, топирамат, у которых, с одной стороны, множественные действия, а с другой, конкретные механизмы неизвестны, но при этом они прошли клинические исследования, доказали эффективность и активно применяются. Вот. При этом сейчас, чтобы зарегистрировать противосудорожный препарат, нужно указать обязательно механизм инвестия. Угу. Да, я, кстати, об этом так и не думал, но это, наверное, степень помнит. Ну, там был какой-то такой период, наверное, 80-е, 90-е, это такие хищные исследования противосудорожных препаратов, когда, ну, прям на людях испробовали все, наверное, что было. То есть тот же самый, ну, то есть там много историй интересных. Ну, то есть топирамат, я говорил, он использовался, разрабатывался как противодиабетический, как противодиабетический он не сработал, его отложили на полку там в пармкомпании определенной, ну, то есть заморозили, положили, и пусть лежит там до лучших проблем. А потом началась вот эта вот хищная история, и начали, все пошло в дело, и в том числе топирамат, и вот пришло так. С вольпратом, ну, то есть, извините, я тут сейчас за... Ну, с вольпратом тоже забавная история, это вообще растворитель. Его случайно открыли, его противодиабетическое действие, он использовался как плацебо в одном исследовании, а вот это плацебо оказалось, что работает лучше, чем предполагаемый противодиабетический препарат, вот. Это весело. А, спрашивают, ну, это, наверное, такие больше даже клинические... Да, ну, конкретно вот по вопросу как бы запинуло матриджин, я не специалист, я настолько не специалист, но механизм действия у них одинаковый. То есть, если неэффективна блокада натриевых каналов, надо приходить на другой механизм действия, как мне кажется. Опять же, я сейчас могу глупости наговорить в этом плане. Вот, но, скажем, мазепин и матриджин, они более сходны. Да, ну, тут скорее смысл знания этого механизма в том, чтобы не назначать на одну и ту же, если комбинированную тропе, на один и тот же рецептор препарата. Для этого хорошо знать, если два механизма разных действий, это будет лучше. Рекомендация такой есть. Вот, еще какие-то вопросы? Можно задать вслух, если не хочется писать. Ну, ладно, я думаю, тогда мы можем потихоньку заканчивать. Мне кажется, было суперинтересно. Хорошо. Я думаю, что, может быть, отчасти сложно для врачей, которые занимаются больше только клиникой, механизмы сами функционирования разных каналов. Потому что, если это особо не повторяется и не изучается, то оно довольно легко все забывается, проваливается. Но мне кажется, что смысл как раз проведения каких-то таких семинаров для и врачей, и для... Да, вот там, извините, вопрос увидел про комбинирование препаратов. Насколько я понимаю, как раз, когда не монотерапия, используют препараты с различными механизмами действия. Ну да, 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 да. Я, насколько знаю, что такие есть еще. Ну, опять же, это, скорее, семинар не про фармакотерапию, а про механизмы действия, про фармакотерапию. Это можно отдельно какие-то устраивать вещи. Я могу, на самом деле, еще прислать, если будет интересно. Я недавно нашел книжку про и сами каналы, если интересно. Ну, такой прямо просто сборник разных каналов, ну, во всем. И в мозге, и вообще в организме. С довольно простым описанием, как они действуют. Вот. Ну, и по фармакотерапии, по комбинациям можно посмотреть вот такая книжка. Автор по целости. Не уверен, что я правильно произношу. 2018 года тоже могу переслать, если интересно будет. Вот я, в принципе, ее использую. Ну, наиболее систематически удобно в практике. Вот, еще какие-то вопросы появились? Если нет, наверное, мы можем потихонечку закругляться. Спасибо, что послушали. Да, для тебя огромное спасибо. Мне кажется, вообще было очень классно. Ну, и какие-то такие, ну, семинары и лекции, которые направлены больше на механизм. Мне кажется, тоже важно, интересно проводить. И потихоньку, чтобы все это было, весь эта информация была, в общем, коллективном разуме эпилептологов. Все, спасибо большое. Спасибо, пока. Счастливо.